МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Том 2 В полдень Тед гордо доложил капитану, что флайер снова на лету, а корабль разгружен на две трети. «Забирать вас! Или хотя бы Дэна отдайте, а то тут еще работы до черта!» «Забирайте», — без колебаний велел Станислав. Альфиане оставались радушными и славоохотливыми хозяевами, но было заметно, что им не терпится приступить к дележу куколок и их, видимо, крайне интимному употреблению. «Я вам тоже помогу». «Окей». Тед на дорожку сходил в санузел и по возвращении опять застукал котика в пилотском кресле. Теперь уже флайера. «Ты зачем сюда залез?» — изумился парень. Ланс уставился на него с не меньшим, просто тщательно скрываемым недоумением. «Выполняю капитанский приказ. Забирайте». Предполетная подготовка проведена. Ожидается посадка первого пассажира. «Я пилот, а не пассажир. И тебе со мной лететь вообще не обязательно. Капитан просто неверно вырастился». Тед заметил, что все приборы уже включены и даже мигают правильными огоньками. «А что, ты умеешь водить флайер?» Разумеется, Ланс умел. Для киборга-телохранителя программа была штатной. Вдруг придется экстренно эвакуировать хозяина из опасной зоны. На деле же приходилось возить Алину в университет по магазинам, а торговца, когда тот перебирал лишнего. Если сильно перебирал, то можно было смухлевать с навигатором и полететь к кораблю кружным путем, покатавшись вдвое дольше. Главное не увлекаться и не закладывать слишком крутых виражей. Иначе... Впрочем, в тот раз хозяин успел открыть окно и высунуть в него голову, а потом уже сам велел гнать, что есть мочи. Вот и сейчас Ланс логично рассудил. Станислав обращался к ним обоим. А когда задания способны выполнить и человек, и киборг, то работать приходится киборгу. Не учел только, что Теодор обожает сидеть за штурвалом, а интересной работой люди делиться не любят. Не повезло. Да, коротко ответил Ланс. И отстегнув ремни безопасности, стал выбираться из кресла. Но Тетт неожиданно хмыкнул, сказал... Ладно, давай посмотрим, на что ты годишься. Задвинул пилотскую дверь, обошел машину и сел с другой стороны. Набери максимальную высоту. По нижней границе травы. Скомандовал он, чтобы в случае чего успеть вмешаться и выровнять флайер. Программа утверждала, что самый удобный воздушный коридор находится между 5 и 11 метрами и предлагала сообщить это хозяину в целях оптимизации маршрута. Но Ланс ее проигнорировал. Чем выше они поднимутся, тем дольше полетают. До базы-то рукой подать. Каких-то 7 километров. Ланс опять-таки недооценил Теда. База? Какая база? Когда подвернулось такое развлечение? Тед знал, как киборги водят. На уровне автопилота. Ланс так и начал. Плавно оторвал флайер от земли и медленно, ровно повел по восходящей. Все для комфорта хозяев и бережной эксплуатации движка. Как дерьмо в проруби всплываешь. Безжалостно прокомментировал пилот. Быстрее. Еще быстрее. Налево. А теперь боком. Кручь-круче выворачивай и топи до упора. Ты что, катафалком раньше управлял? Теперь давай назад. Да вон той скалы. Куда в поворот пошел? По тормозам и задним ходам. Забросать Дэна командами и эхидными репликами в надежде раскрепостить стажера означало только участить его ошибки. Автопилот водил уныло, но по крайней мере безопасно. А рыжий вообще не чувствовал ни воздух, ни вакуум. Чтобы приспособиться к меняющейся от планеты к планете атмосфере, Теду требовалась минута-другая. Дэну же приходилось учиться чуть ли не заново. Ланс тоже начал ошибаться. Тут небольшая задержка, там лишнее ускорение. Где бы и Тед поддал. Все в пределах нормы. Но опытный пилот сразу почувствовал разницу. Поудобнее устроился в кресле и приказал. А теперь давай мертвую петлю. Ничего подобного Ланс прежде не делал, только с завистью наблюдал за выкрутасами кабайкеров. Современные аэромашинки позволяли делать это эффектно и относительно безопасно. Главное, с высотой не промахнуться и ничего не зацепить. Оказалось, что скорости жалеть тоже не стоит. Флайер кувыркнулся довольно-таки кособоко, с неприятным моментом зависания на ремнях безопасности. Хреново, прокомментировал Тед. Давай еще раз, только разгонись посильнее. Уточнять, насколько посильнее, Ланс не стал. Прибросил сам. Пилот это тоже отметил и понимающий усмехнулся. Ага, знакомая фишка. Когда нам что-то нравится, мы не тупим и на многосложные типовые ответы времени не тратим, чтобы не спугнуть хозяйское настроение. Уже лучше. Ни хреново. Офигово. Растянул петлю, как соплю. Припомнил Тед любимую присказку своего первого инструктора. Перегрузок, что ли, боишься? Нет. Ланс с тайным злорадством пошел на третий заход. Хочешь перегрузок, человек, сейчас получишь. С тем же успехом можно было, как деликатно выразился бы транслятор, напугать примитивное земное млекопитающее подсемейство эринэциэне при помощи комплекса ягодичных мышц гуманоида. Лансу еще не довелось испытать на себе беспечное «Ну что, прокатимся с ветерком, когда надо все бросать, пристегиваться и молиться». Гонки на симуляторе ничего не значили. Даже наоборот, люди охотнее всего играют в то, на что в реальности не способны. Хозяин тоже любил пострелять в голографических монстров, но когда в темном переулке по его ноге внезапно пробежала крыса, орал и скакал так, что незадачливая тварь вряд ли долго прожила после такого потрясения. Стоило груди не отлипнуть от позвоночника, как Тед снисходительно заметил. «Ну, по крайней мере, есть чем работать. Дай-ка я еще на твою полупетлю гляну, а потом поменяемся местами, я тебе покажу настоящий класс». Полупетля получилась у Ланса сразу. В отличие от чисто показушного мертвяка, она была в программе пилотирования «Типовой маневр для ухода от лобовой атаки». Теодор одобрительно угукнул, но сам Ланс остался недоволен. От тупого подчинения программе никакой радости. С тем же успехом можно в пассажирском кресле сидеть. Если б Ланс не был так впечатлен сверхчеловеческой закалкой пилота, он бы перехватил управление, а посреди маневра стало уже поздно. «Еще раз?» — с затаенной надеждой спросил он. «Валяй!» — пожал плечами Тед, и когда флайер уже начал набирать скорость, коварно добавил. «Если хочешь». Ланс сделал вид, что не услышал второй части приказа или из-за паузы не распознал, к чему она относится. «Скорей!» — пока он помнит свои ощущения во время маневра и сможет повторить его самостоятельно. Получилось ожидаемо хуже, однако Тед критиковать не стал, даже напротив, как будто выглядел довольным. «Хорошо. Теперь моя очередь. Включай аэропарковку». Флайер завис в воздухе, но перебраться в пилотское кресло парень не успел. «Что ты там вытворяешь?» — зарычал из всех динамиков. «Мы уже десять минут возле базы стоим и твоими художествами любуемся». Тед уткнулся лбом в боковое окно и тоже попытался высмотреть возмущенное начальство. «Это не мои!» — самодовольно возвратил он. «Тут наш котик внезапно за штурвал вызвался». К безобидной языкатости Теда Ланс привык, еще во время совместной игры на симуляторе. Но такая подстава возмутила его до глубины процессора. Он же всего лишь выполнял чужие команды, а теперь капитан решит, что Ланс — никудышный пилот и никогда его больше сюда не пустит. А он даже ничего сказать в свою защиту не сможет. Ланс почувствовал, как упругое покрытие штурвала глубоко проминается под пальцами. Еще чуть-чуть — и пойдет на разрыв. Еле заставил себя их расслабить, имплантатами дернул. Хотя почему не сможет? Это хозяину не смог бы. А подлому обманщику, ловко устранившему конкурента, очень даже. И сказать, и... сделать. Тед, ничего не замечая, продолжал. «Прикиньте, а он неплохо водит. Правда, слишком осторожно, но это дело поправимое. Мы над этим как раз работаем». «Нет уж, избавь нас от своих правок», — отрезал Станислав, чуть смягчившись. «Пусть у нас хоть один нормальный пилот будет. Ланс, лети сюда, к базе». Тед отвернулся от окна и только сейчас обнаружил, что котик как-то странно на него смотрит. «А?» Киборг моргнул и с задержкой, словно хотел спросить что-то другое, но сбился с мысли и забыл. Уточнил. «Приказ, Ланс, лети сюда, к базе. Является выраженным верно?» «Ага», — вздохнул Тед, откидываясь на спинку кресла. «Выполняй. Ничего, как-нибудь в другой раз погоняем». Вы прослушали ознакомительный фрагмент аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Продолжение следует...